Пока вы считаете себя телом-умом, то находитесь под законами кармы. И всё, что я делаю, ко мне возвращается. Я должен платить за всё. Что бы я кому ни сделал, всегда возвращается. Итак, среднее джняне, не джняне или обыкновенный человек, всегда накапливает карму просто одной реакцией. Поэтому единственная свобода, которая у вас есть, это понять, что вы не есть тело, и сохранять тишину, и не реагировать ни на какие обстоятельства. Не только физически, но и ментально. Есть много людей, которые сидят в медитативной позе целыми днями, а их ум работает. Ум никогда не останавливается. Ум не знает разницы между телом, которое делает действие, и телом, которое не делает действие. Ум двигается теми мыслями, которые у вас есть. Только когда мысли останавливаются, когда они прекращаются, ум прекращает двигаться. И когда ум прекращает двигаться, прекращается карма. Когда кармы нет, вы вне юрисдикции бога кармы Ишвары. Ишвара больше не имеет силы над вами. Вы стали Ишварой, и вы вне законов. Поэтому для вас ничего нет, и вы свободны. Все постоянно меняется в мире, особенно ваши мысли. Вы знаете себя. В одну минуту вы думаете одно, в следующую минуту вы думаете что-то другое. Если вы хотите найти свободу и освобождение в этой жизни, то должны замедлить ваш ум и остановить ваши мысли. Это ваши мысли удерживают вас связанными. Единственное, о чем ваши мысли, это прошлое и будущее. Каким-то образом вы должны сделать так, чтобы вы были центрированными в этом моменте и стали абсолютно спонтанными. Я знаю, что это звучит по-сумасшедшему, когда вы думаете об этом. Потому что вы говорите себе «Так что, я не должен планировать свое будущее?» Я не должен изымать уроки из своего прошлого? Я не должен работать на достижении своих целей? Не должен достигать чего-то в этом мире? Все это человеческие склонности. Когда вы об этом думаете, это звучит очень логично. Но заметьте, что я сказал. Когда вы об этом думаете? Как вы считаете, что произойдет, если бы у вас не было мыслей? Я могу заверить вас, что ваша жизнь стала бы лучше, чем когда-либо. Когда вы думаете, то о чем вы думаете? Вы думаете о комфорте тела. Вы думаете о еде, работе, деньгах, здоровье и остальном. Именно эти мысли и препятствуют вашему высшему благу. Если бы вы могли остановить свой ум, таинственная сила позаботилась бы о вас. И не думаю, вы бы обнаружили себя в лучшем положении, чем были когда-либо в жизни. Но каждый раз, когда вы думаете, вы беспокоитесь, не так ли? Вы беспокоитесь о будущем. Вы беспокоитесь о человеческой несправедливости друг к другу. Вы беспокоитесь, продлятся ли ваши отношения, уволят ли вас с работы, произойдет ли одно, произойдет ли другое. Именно эти мысли позволяют всему этому случиться. Поэтому вам надлежит обратить свой ум вовнутрь. Когда ум обращен вовнутрь себя, он автоматически отдыхает в сердечном центре. А сердечный центр – это не что иное, как сознание. Сознание – это ваша истинная природа. Сознание – это всеприсутствие. Вы становитесь, как гигантский экран. Гигантский вселенский киноэкран. Все изображение мира и вселенной наложено на вас. Вы пробуждаетесь к тому факту, что вы экран. Или экран – это сознание, чистое осознавание. Вы осознаете, что все является проекцией вашего ума. Что все есть истинный я. И вы действительно можете сказать – все, что я вижу – истинный я. И я есть то. Видите ли, Шекспир сказал – нет ничего ни плохого, ни хорошего в этом мире. Наше мышление делает это таковым. Поэтому, когда что-то негативное происходит с нами, это не потому, что случилось что-то плохое. Просто мы видим это таким. Это наша перспектива, наша концепция. У нас есть предубеждение, что хорошо, что плохо. Поэтому мы ожидаем хорошее и хотим избегать плохого. Но так называемое плохое – это просто другая сторона монеты хорошего. Пока вы верите, что вы тело или ум, вам придется испытывать и то, и другое. И хорошее, и плохое. Всем придется. Вы не сможете избежать этого. Только когда вы перестанете реагировать, то превзойдете свою карму и станете абсолютно свободным. Как я упоминал ранее, самый быстрый способ пробудиться – это остановить мысли. Быстрее пути нет. Вы можете сделать это, исследуя свой ум. Исследуйте, что такое ваш ум. Вскоре вы откроете, что это всего лишь набор мыслей. Станьте свидетелем этих мыслей. Тогда вы станете тихими, и мысли исчезнут. В конце концов, вы станете свободными. Вот как вы сделаете это.